После трагического инцидента с гибелью школьника в Караганде местные жители требуют взять на контроль опасные участки дорог. По их словам, на многих улицах необходимо установить светофоры и фонарные столбы. Ранее, говорят, они просили чиновников обратить на это внимание. Но тщетно. Напомню, накануне 12-летнего мальчика сбила машина прямо на зебре. В результате он скончался на больничной койке. Амина Усенова продолжит. На видео 12-летний мальчик идет в школу и пытается перейти пешеходный переход. Но в этот момент его сбивает внедорожник. От удара школьника отбрасывает на несколько метров. Травмы оказались смертельными. Мальчик умер в стенах больницы. По словам жителей, они неоднократно просили установить светофор именно на этом перекрестке, так как у него была дурная слава. Мы до конца надеялись, что ребенок все-таки жив, но он был без движения, то есть был без сознания. Но сейчас мы узнаем, что ребенок погиб. Очень плохое освещение, ничего не видно. То есть, возможно, да, водитель не заметил, но скорость была большая. И этот пешеход нужно сделать светофором уже давно. Много было обращений, есть отписки, что он нецелесообразен. Как бы хотим, чтобы приняли меры в этом отношении. Жители жалуются и на отсутствие фонарных столбов у пешеходных переходов. По их словам, это еще одна причина частых аварий. Пешеходный переход здесь очень страшный. Здесь школы, детский садик. Сколько сбивали, сколько аварий было на этом пешеходном переходе, но никто не реагирует вообще. Очень страшно, когда идут маленькие дети в школу. Прям очень страшно. Мы прям смотрим, потому что в окно смотрим. И это просто, знаете, если один остановился, другой просто летит. Власти утверждают, что территория с зебрами будет на строгом контроле. Вот только о реальных действиях говорить еще рано. Установка светофоров и фонарей планируется с потеплением. Для начала будет рассмотрена эффективность установки светофоров на каждой дороге. В этом направлении мы начнем соответствующую работу. В дальнейшем будем реализовывать меры по усилению безопасности в этой сфере совместно с ответственными учреждениями и компетентными органами. К слову, на этой улице расположены школа и поликлиника, поэтому на этом участке большой поток людей. Жители просят чиновников как можно скорее установить светофоры и наладить освещение, чтобы избежать подобной трагедии.